Чтобы получить на руки уведомление о том, что ее дочь пойдет в первый класс 82-й школы, Александре пришлось в буквальном смысле ночевать на пороге учебного заведения. И таких, как она, здесь десятки. Я была 37-я в очереди. А долго ждали? Долго ждала. Записывались мы в 7 вечера. Со вчерашнего дня? Да, вчерашнего дня в 7 вечера. Ночью стояли под школой? Ночью отмечались каждые 2 часа. То есть в 11 вечера, в час ночи, в 3 ночи, в 5 ночи, в 7 утра мы встали уже в 8. Проблема с записью будущих первоклашек именно в микрорайоне Снеговая Пать возникает ежегодно. Школ здесь всего 2 и принять они могут около 300 учеников первых классов, желающих водить ребенка в учебное заведение, расположенное рядом с домом, в разы больше. Поэтому ночевки под школой вынужденная мера. Иначе, понимают родители, можно не успеть. Школа работает на пределе своих возможностей. У нас в школе обучается около 1600 учеников, а плановая наполняемость – 825 учеников. Поэтому мы сочувствуем родителям и по мере возможности решаем те проблемы, которые поступают. У нас очень неплохо, на наш взгляд, организован процесс приема документов. В этом году, чтобы ускорить процесс и хоть как-то снизить напряженность, администрация школы увеличила часы приема документов и число сотрудников, которые ведут запись. Однако, комментирует ситуацию Людмила Коконова, ночных бдений возле школы можно было избежать совсем. Ведь записаться в первый класс можно легко и быстро на портале госуслуги. Такой возможностью воспользовалась почти сотня родителей. Предварительно проведено собрание с родителями первоклассников. На сайте вся информация есть и процесс приема документов в этом году ускорен. Благодаря тому, что родители активнее начали регистрироваться и подавать свои заявления через портал госуслуги. Отметим, запись в школы идет в обычном режиме во всех районах города. Снеговая падь скорее исключение. При существующей сейчас застройке школ в микрорайоне нужно 4, а не 2. Но специалисты заверяют – сделают все возможное, чтобы принять всех, кто прописан в снеговой паде. Не оставил проблему без внимания и новый глава Владивостока Виталий Веркиенко. На своей страничке в социальной сети он отметил. Ночные очереди родителей в школу. Вникаю, решение найдем. На улице никто не останется. Кроме того, в планах администрации города строительство еще одной школы в микрорайоне Снеговая падь. Ее проект уже готов. Достигнуты договоренности о софинансировании с краевой администрацией. Стройка начнется сразу, как только будут выделены деньги. Светлана Садовая, Василий Косилов. Новости на восьмом.